приветствую вас на первом циничном канале не планировал я ничего сегодня снимать просто развезло по полной программе но тем не менее срочная новость спеленали блогера хованского я думаю многие его знают миллионник на данный момент по моему 4 и 4 миллиона канал спеленали по предварительным данным за оправдание нацизма что или за оправдание терроризма не то чтобы я его много смотрел может быть где-то что-то у него проскочила но в принципе то что я видел ничего подобного я не видел то есть если проскочила то скорее всего это не было основным направлением его деятельности по крайней мере основной полемикой тем не менее вот все уголовное дело заведено задержан новость буквально последних минут друзья что хотел бы в этой связи сказать ну много раз уже это говорил не рассиживайтесь знаете что может быть у кого-то есть иллюзии относительно того что кого репрессируют кого репрессируют когда режим начинает закручивать гайки и многие скажут что я ничего не говорю в медийном пространстве меня-то почему репрессируют посмотрите кого репрессировали ну соответственно там порядка ста лет назад начиная с восемнадцатого года двадцатого века вы думаете открытую оппозицию то есть до позиция в россии она всегда могла существовать только за рубежом но никого начали большевики репрессировать открытую оппозицию которую высказывали прям какие-то контрреволюционные идеи нет не обязательно были таковы но их было значительное меньшинство в основном репрессировали думающих людей вы посмотрите не знаю биографию луки воина есенецкого врач был он во первых клику святых причтен во вторых это был святитель то есть это епископ был и он был врач хирург его репрессировали за что он ничего не высказывал это просто был очень интеллигентный думающий человек который до в советское время не боялся приходить на разного рода заседания в рясе священнической вот ну вот собственно репрессировали то есть в принципе не надо питать иллюзии относительно того что если вы ничего не высказываете то вас не коснется репрессируют не по признаку высказывания а по признаку наличия вообще мышления мыслительного процесса и поэтому у кого он есть мыслительный процесс друзья вы группа риска и вам уже по одному этому нужно уходить а то что у вас не вычислют если ну вы ничего не говорите это очень наивно это поначалу да там можно к словам придираться может быть там в двадцатые годы действительно сажали за анекдоты но в тридцатые годы сажали ни за что просто набить планку то есть приходила разнарядка от главка на места в республике допустим и оттуда как правило шло мало врагов народа намного больше увеличьте увеличите квоту увеличивали соответственно бивали туда уже шли обычные крестьяне потому что концу тридцатых вариант там какой-нибудь белый офицер бывший это ну нонсенс его уже не было в основном самый такой вот момент репрессий тридцать седьмой тридцать девятые годы набивали уже а бы кем существование священников живых в это время было уже довольно таки редким явлением какого-нибудь белого офицера тоже прямого потомка тоже на тот момент они уже были многие репрессированы нет разумеется какие-то оставались их тоже добивали но в общем-то там набивали уже просто для количества и поэтому думающий человек интеллигенция это первый кто под раздачу шел поэтому смотрите вычислить вас до вас вычислить друзья вы можете высказать где-то просто не знаю ну показать себя думающим обойти коллег допустим да на конференции на какой-то выступить если вы к науке имеете отношения и соответственно ну очевиднейшим образом коллеги ваши по сравнению с вами там ну как бы меркнут все вы думающий человек в группе риска не ошибаетесь в этом плане поэтому вам как никому нужно понять что только иммиграция потому что вот сейчас ну по большому счету хованский я посмотрю внимательнее конечно его деятельность теперь у меня больше заинтересовал да в россии когда человек уничтожают он становится очень интересен я посмотрю его деятельность но ничего такого я за ним не замечал ну на интеллигента на потомка белой иммиграции он не похож вот пусть его это не обидит хотя думаю сейчас намного большие проблемы но просто медийность да вот четыре там с половиной миллиона подписчиков уже практически за одно это поэтому друзья думайте в россии не только иммиграция не только оппозиция может существовать в иммиграции да и думающий человек в принципе в россии существовать особо долго не сможет только в иммиграции думайте думайте и не откладывайте в долгий ящик что мешало хованскому вот просто четыре с миллиона подписка в любой точке мира вот в глобус ткнул где понравилось все и жилье будет и соответственно как лица и вино и мясо с такой подпиской друзья даже если он ничего не будет делать не доната собирать многие говорят агантин доната живешь не доната собирать не будет ничего по бочке никакой не будет делать просто монетизация канала вопрос вот глобус раскрутит в любую точку бах если нравится берем швейцария не швейцария вопросы будут легализации то можно через бизнес зачем было сидеть в москве в москве где он сидел в россии зачем с такой подпиской друзья четыре с половиной 450 я вам скажу 450 тысяч живой канал любая точка мира ваша просто как блогер я вам примерно говорю масштабы любая точка мира ваша может быть не заоблачно может быть там язык на плечо не высунете от потребления 450 тысяч вот а четыре с половиной миллиона высунете вот поэтому зачем было сидеть в россии и вы не откладывайте в долгий ящик друзьям